так 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 всем привет сегодня мы будем снимать видео про подключение к базам данным подписчики просят а кто просит тот получает рассмотрим подключение к постгрессу mysql одно и то же только там нужно другую ноду использовать давайте итак давайте добавим у нас поздресс ну select rose допустим я здесь давайте удалю креденча вода сделаем с вами у меня есть база данных данном случае нас оба бейс разницы никакой нету давайте мы сначала пароль найдем пароль у нас project settings database и вот можно сбросить пароль давайте сбросим его и результат паспорт есть сохранять ничего не надо теперь коннект слева вверху connect и обратите внимание здесь две опции есть puller и direct connection и рекомендую воркфлос обычно я использую пулер то есть когда у вас какой-то сервис постоянно крутится и у него постоянное соединение здесь рекомендуется использовать вот direct connection прям базе данных если вы используете и долл с ламды если вы не знаете что это вы можете посмотреть у меня видео про это снято ну или workflow это очень похоже с лямбдами лучше использовать puller поэтому мы отсюда копируем хост нам нужен добавляем креденчалы хост меняем луку хост на тот который скопировали здесь дата бейсы юзер позарис а здесь у нас дата бейс позарис по умолчанию пор 6543 оставляем юзера на скопировать ставить вставляем юзера ибо по пароль который только что мы сбрасывали максимальное количество подключений базе данных то есть здесь если у вас параллельно запускается 100 например workflow который требует отключения то 101 уже не будет подключаться потому что здесь ограничения есть но для тестирования я поставил бы там может быть 10 до чтобы если у вас зациклиться что-то что постоянно не пыталась один из базы данных так окей сохраняем или все у нас сохранилась и давайте мы теперь что у нас есть по умолчанию схема нам нужна public сейчас у нас таблиц никаких нету давайте создадим таблицу вернемся ты был эдитар видим что у нас тут та же схема public выбрана воде чуть бери сделаем сделать бери все ну ладно и слева вверху создать новую таблицу дадим новую таблицу назовем ее например pets и добавим колонку вот и колонки name допустим и текст по умолчанию но будет ноги давайте сохраняем происходит сохранение таблицознанность давайте теперь посмотрим отображается ли она и нет нас давайте сейчас переключимся одной на другую обратно и должна отобразиться обращаемся на паблик так и вот она наша pets пока у нас там записи никаких нету давайте создадим окей давайте добавим еще одну сюда ноду которая будет делать insert какое-нибудь значение иди допустим 1 5 и кому дату у нас там по умолчанию стоит если мы не предоставляем то по умолчанию стали не ставится текущая окей нас это устраивает давайте без айди она проверим автоматически генерит или нет да давайте добавим теперь еще слава пожалуйста две записи мы создали это ноду мы можем отключить и теперь select проверим как select работает все возвращает вот два наших поля вот так и подключается база данных позже с майсвелем абсолютно то же самое то и но нужно указать просто свой хвост и выбрать здесь ноду майсик сиква вот пожалуйста что тут у нас еще есть можно писать квери скину то есть вам основном для работы нужны select это выбор insert это ставка в базу данных апдейт это если вы хотите обновить текущие какие-то значения базе данных по каким-то условиям и ну давайте давайте сделаем уже да то есть по полной уже может быть кому-то будет полезно то есть у нас есть например два значения да мы вторую ноду допустим также выбираем по сгресс что мы хотим мы здесь хотим давайте обновить поменяем айди колон ты начай диокий допустим мы хотим поменять имя у кэти первое значение и давай петр пусть будет петр запускаем пожалуйста оба а у нас давайте посмотрим что у нас получилось 12 так смотрим почему он одеколен матч почему он обновил почему он обновил изучение давайте запустим посмотрим нас а все правильно он обновил только первую запись одежником один слава остался петр с одежником один но здесь он почему-то возвращает два айтема когда мы обновляем давайте проверим если мы добавим третий да то есть insert но здесь был давайте мы добавим еще виталик айди никакое 3 создался виталик а теперь окей у нас есть петр слава и виталик давайте мы теперь обновим например саша то есть виталик назову помест на сашу и он возвращает три айтема то есть он возвращает сколько таблиев там записей давайте это а ну-ка можно только почему возвращает 3 это вопрос мы указали ему обновить только третье значение да окей я понял смотрите у нас получается мы делаем select и у нас три значения здесь приходит то есть у нас базе три записи и когда мы запускаем следующий апдейт он три раза делает апдейт потому что у нас три записи входят сюда и он для каждой раны это куэри которая у нас она сейчас есть то есть если мы так делаем возвращает столик поэтому важно если вы обновляете какую-то одну запись допустим то здесь оставить экзекьют once то есть один раз запустить то есть неважно сколько будет на вхождение он пока выполнится один раз если мы сейчас запустим то получается он саша обновит сделает обновление одно один раз это очень важно иметь и в этом виду ну и последнее то есть давайте сделаем белит белит также здесь нужно указать таблицу разные варианты удаления давайте почитаем так вам нам нужна команда дэлит удаление и здесь мы должны выбрать какие какие мы хотим удалить то есть данном случае он предлагает нам выбрать по кому критериям будем сравнивать ну давайте выберем пойди и если оно равно например 2 2 то есть мы удалим славу удаляем возвращаю что успешно давайте сделаем теперь select обратно все видите слова удалили айдишник один остался и дешеньки вот так вот подключается к базе данных можно и делать основные действия это select update дэлит и insert если вам понравилось видео пожалуйста как всегда ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк я буду знать какие вам видео больше нравится какие не нравится и конечно же пишите в комментариях комментариях очень важно потому что на основе комментариев я снимаю будущие ролики также переходите на канал есть идея спасибо одному из подписчиков который предложил ее я в телеграм-канале буду делать опрос когда я подберу темы которые я хочу в будущем снять я сделаю опрос там может возможно из пяти тем и проголосуйте какую какую снять в первую очередь и они так также будут выходить на канале до встречи в новом видео а а